Радио Югра. Главное окружное радио. Доброе утро всем, кто этим прекрасным и наконец-то летним утром рядом с нами на телеканалах Югра, УТР, а в эти минуты и на волне Радио Югра. Каждый день в одно и то же время Даша Кузнецова буквально прорывает FM-диапазон своим звонким и мелодичным голосом и врывается в наш телеэфир. Но мы в неё. Время правительственной связи России. 103 года назад случился день рождения государственной архивной службы. Как всегда познавательно и интересно. Вижу уже ребята телевизионной студии. Марина, Никита, привет. Привет, Даша. Слушайте, в первую очередь, конечно, что с летом вас приглашают. Наконец-то лето. И даже несмотря на то, что в Ханты-Мансийске всего лишь плюс 7, я очень надеюсь на то, что... Но погода-то ясная, прекрасная. Да хотя бы солнце есть, Даш, конечно. Это хорошо. Всю неделю там, правда, обещают немножко не тепло, но зато потом... Я уверена, я уверена, уверена в том, что всё наладится и летом насладимся в полном объёме, даже несмотря на то, что на море. Кстати, пора море. Поедете на море в этом году? Конечно. Уже звонили с моря, уже ждут. Я с вами не буду разговаривать сейчас, что там происходит. Кого не спрошу, все на море. Одна я на море в этом году не едут. А ты-то почему не едешь? Мы тебе магнитик привезём и ракушку. Я почему не еду? Потому что закрыто море, на которое я хочу. А то море закрыто, на которое мы хотим тоже. Она же в Майами отдыхает-то. Подожди, в Майами, между прочим, океан. Поэтому, знаешь... И в Майами, между прочим, попасть можно. Поэтому и не получится у тебя всё. Ладно. Международный день защиты детей отмечается. Поздравили своих детей с этим? Ещё нет, они спали, когда мы уходили из дома. Да, но мы обязательно постараемся это сделать позже. Кстати, и ЕГЭ стартовала. Помните свои переживания по поводу экзаменов? Слава богу, я ЕГЭ не сдавала. Слава богу. А я был последний выпуск, кто ещё не сдавал ЕГЭ. А я попала как раз на пробный первый год. Поэтому всё было не так страшно, но было очень страшно, тем не менее. Марин, так ты молодушка совсем, если ты помнишь ЕГЭ. Я, конечно, молодушка, но вы знаете, вот просто я один экзамен сдала на тройку, знаете, из-за чего? У меня было настолько, я настолько сильно переволновалась. И это была физкультура? И такая просто тишина в классе. И у меня начинает очень громко урчать живот. И вот так, и все поворачиваются, и на меня смотрят. И я всё наугад просто заполнила, и выбежала туда, и получила тройку. Ну хоть тройку получила. Хотя ходила к репетиторам. Хотя, ты знаешь, а могла ведь, между прочим, сказать, что это твой личный помощник. И он... Конечно, могла бы. Могла бы животом проурчать ответ, да? Было так страшно, что я не нашла. Когда экзамены шпорами пользовались. О, кстати, вот... В университете. Нет, когда я сдавал историю в 11 классе, я очень волновался, потому что очень... Я ведь тоже историю сдавал. Вот, и общество знания. Я очень волновался. И быстренько, сбегав к секретарю школы с шоколадкой, она мне проштамповала, сейчас я уже могу об этом и говорить, проштамповала все листочки, вот, такими же, как были готовы, знаете, ну, черновички для ответов. Я пришел к пиджачку вот сюда изнутри кармашек, туда вставил по порядку все 50 билетов на минуточку, вот. Но самая-то суть в чем? Я вынул совершенно, абсолютно, вот, никто ничего не увидел. Нет, тот, отчитал, было все классно. У меня всего пятый билет был, то есть мне было несложно. Но самое-то интересное заключалось в том, что я выучил, в принципе, все это, пока писал, пока читал. Вот видишь. То есть, по большому счету, у меня шпаргалки-то не пригодились, я практически все помню. Так обычно, кстати, бывает. Но экзамен сдал на пять. Ну, это ты молодец. Самое главное, ты сейчас не говори, в какой школе ты учился. И в каком городе. И не говори имя, и не говори имя секретаря. Да, школа номер 20, любимая моя, если меня кто-нибудь слышит. Никита, ну зачем ты это делаешь? Это было сколько миллионов лет назад. Повторяем людей сейчас. Все уже старые умерли. 82% сдающих ЕГЭ в этом году намерены взять с собой шпаргалки, однако уверены в том, что смогут воспользоваться ими и не попасться. Маленькое количество сдающих ЕГЭ, 20%. Это действительно нужно уметь. Это точно. Просто ловко и руко. Тем более сейчас пойди-ка пронеси, там же мышь не пробежит. Это точно. Так вот, я выясняю сегодня у югорчан, ловили ли югорчан когда-нибудь со шпаргалками. Плюс 7-950-510-66-66 номер для ваших сообщений вайбероваться. Инстаграм Радио Югра и группа ВКонтакте Радио Югра. Рассказывайте свои веселые истории, как вы воспользовались или не воспользовались своими шпаргалками. Ребят, хорошего эфира. С летом вас еще раз. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова